Я сегодня хотел бы поговорить про образование и про бизнес, или про бизнес в образовании. Почти всю свою жизнь занимался IT, потом у меня случился экзистенциальный кризис, и я перешел в образование, и вот уже где-то там 7-8 лет я занимаюсь исключительно образованием, но опять же так получилось, что оно в основном связано с IT-технологиями. Вот уже почти на четвертом десятке жизни я четко для себя сформулировал, что мне достаточно скучны корпоративные истории. Я ушел из корпорации, последнее мое место работы – это Ростех, такая большая компания, порядка полумиллиона человек, в которой трудятся. Сделал я это осознанно, потому что мне интересно делать руками. А большая компания – это обычно не про руки, это обычно про политику, очень часто про интриги, ну, в общем, про все, что угодно, но не про радость и удовольствие от того, что ты сам что-то вот такое замутил. И сейчас я занимаюсь несколькими вещами. Я запустил свой бизнес, о нем, в общем-то, я сегодня про те грабли, по которым я уже походил, я расскажу. Я решил не уходить далеко от вузов, и сейчас в Московском авиационном институте я занимаюсь строительством IT-института. И еще я занимаюсь инвестициями, возглавляю управляющую компанию, которая покупает и развивает компании в области образования. В чем идея бизнеса, который я запустил, занимаясь обучением последние несколько лет, я обратил внимание, что люди в целом учиться не очень хотят. Обучение ведь это про энергию, и человек вообще очень расчетливое существо, и каждый раз, когда надо что-то вложить, он начинает думать, а вот, ну, зачем? А так как обучение — это процесс с отложенным, да еще и непонятным результатом, то ответ на этот вопрос «зачем?» часто в голову не приходит. И мне было из разных соображений интересно попробовать эту ситуацию изменить. Я подумал, подумал и придумал следующую концепцию, она очень простенькая, и я, собственно, этим бизнесом ее и тестирую. Концепция такая, что для того, чтобы люди лучше учились, надо сделать вид, что они не учатся. Ну, то есть, если мы с вами что-то не любим делать, ну, вот, посудите сами, да, там, не знаю, в детском саду, в школе, в нас вбивали вот это вот, вот, учись, учись, пятерки, оценки. Ну, к институту уже, ну, не хочется, да, потому что, ну, вот, ну, мне так кажется. Наверное, лучшим людям института это не стоит говорить, но ты сам меня пригласил. Вот, соответственно, что мне хотелось сделать? Мне хотелось сделать следующее. Мне хотелось показать людям морковку, которая в моем случае превратилась в некую лотерею. Я партнерюсь с крупными IT-компаниями, с Яндексом, с Касперскими, с прочими, с прочими, и они обязуются, если не принимать работу, то собеседовать моих лучших выпускников. Обязуются, в смысле, вот, юридически. Я запускаю группу, эту группу заканчивает, ну, там, на входе 60 человек, на выходе 20 человек, все как водится, остальные отпадают. Из этих 20 лучших, 5, я показываю десятку IT-компаний. Естественно, у меня стопроцентное трудоустройство. И моя идея заключается в следующем, что давайте мы сделаем что-то вроде казино или что-то вроде лотереи. То есть люди на входе в учебный процесс, они рассуждают следующим образом. Ага, знаете, есть грин-карт американский? Не знаю, играл кто-нибудь, не играл. Ну, вот это примерно то же самое. Давайте мы сыграем в грин-карт, параллельно выучите историю Америки, президентов, английский язык, еще что-то. Это параллельно все, потому что как только вам придет письмо, что, ого, вы выиграли грин-карт, вам надо приехать на собеседование, и вам надо это все рассказать. Вот я пытаюсь сделать примерно то же самое. То есть давайте мы с вами сыграем в лотерею длительностью полгода. Ну, у меня курсы примерно полгода. Вы будете бороться за главный приз, это посетить 5-10 IT-компаний, а параллельно я вам еще что-нибудь вот расскажу. Ну, так, кратенько, на полгода. Собственно, базовая идея, а вот все слова, которые здесь написаны, они примерно об этом, просто я сейчас немножечко на ходу перестраиваю свою речь с учетом ваших предпочтений. Я запустил этот бизнес полгода назад. Я делаю бизнес первый раз в жизни. У меня очень незамутненный взгляд по этой причине. Я умудрился, на мой взгляд, пройти по всем граблям при запуске бизнеса, по всем, которые только можно. Ну, мне так знающие люди говорили. И сегодня я хочу вам рассказать о двух вещах. Первая вещь — это, собственно, как делать бизнес в образовании. Не в смысле каких-то сценариев, а в смысле вот есть несколько ключевых точек, и я вот в этих, ну, на мой взгляд, я в этих ключевых точках расскажу, что я знаю сейчас. И вторая история — это история более прикладная и непосредственно про образование. Что такое онлайн-бизнес, какие там есть важные штуки, на что стоит обратить внимание. То есть две части по семь тем про бизнес. Смотрите, так же, как в известной книге написано, что в начале было слово, вот ровно так же любой бизнес начинается с идеи. Эта мысль достаточно банальная, но не банальна то, каким образом, каковы характеристики этой идеи, что из себя должна представлять эта идея. Я достаточно много работаю сейчас, так получилось, со стартапами, с молодыми бизнесами, и примерно один из десяти в состоянии очень просто, быстро, четко сформулировать свою идею. Это не очень хорошо, потому что, по идее, по идее, идея бизнеса должна постоянно привлекать новых участников этого бизнеса — партнеров, клиентов, кого угодно. Если она очень сложная, то она никого не привлечет. У меня вот такие возникло пять правил. Они относятся именно к образовательному бизнесу. Образовательный бизнес всегда с большой социальной составляющей, поэтому имеет серьезную специфику. Это не купи-продай, это все-таки про людей. Соответственно, про простую идею я уже сказал. Вторая мысль, которая очень важна при создании бизнеса, идея должна быть про то, что вы немножко не умеете. То есть здесь логика очень простая. Если вы делаете то, что вы делали неоднократно, то вам очень быстро станет скучно. А бизнес — это не про то, что сегодня поигрались, а завтра бросили. Потому что сегодня вы один это делаете, а завтра у вас возникают люди, людям надо платить зарплату, у вас есть ответственность за этих людей, за дело и так далее. Поэтому идея должна быть, как это говорят, развивающая, но тоже не очень правильно. Идея должна быть за пределами вашего опыта. Но не очень за пределами, потому что очень за пределами вам станет страшно. Надо найти вот этот баланс. То есть для меня лично за пределами моего опыта находилось онлайн-образование. Соответственно, с одной стороны, я вот тут чуть умею, вот тут чуть не имею. Прекрасно. Мне интересно. Но интересно уже полгода, я думаю, что еще годика три точно будет интересно этим заниматься. Очень важная история про то, чтобы идея привлекала людей. Дело даже не в клиентах. Бог с ними пока с клиентами. Вы в любую новую для вас историю наверняка захотите идти некой командой. Я чуть позже расскажу про партнеров. Но базово, если вы хотите идти командой, то вы должны предложить команде что-то, что будет увлекать команду тоже. Чтобы затестить, насколько идея, которая у вас есть в голове, она зажигательна, используйте свой первый круг. Ну, первый круг родители, жены, братья, неважно. Они очень лояльны к вам. Ну, обычно. Не знаю, мои родители ко мне очень лояльны. И рассказать им идею, поделиться с ними, получить от них обратную связь, посмотреть, насколько у них зажглись глаза, насколько они зажглись не потому, что вы их ребенок, а потому, что они действительно прониклись этой мыслью. Это очень простая история. Я всегда советую это делать. Еще две мысли по поводу людей и по поводу денег. В случае с образованием должен быть баланс. То есть нельзя просто тупо срубать бабу. заканчивается это всегда плохо. Почему в образовании думать про деньги – это плохо? Смотрите, образование, ну, не знаю, университет, тот вуз, где вы учитесь. Его стоимость – это вы. Понимаете, да? То есть любой образовательный проект стоит ровно столько, сколько стоит, сколько у него лояльных к нему выпускников и студентов. Это мера стоимости образовательного проекта. Если у вас начать, например, давайте введем плату за пересдачу. При этом каждому преподавателю мы поставим KPI, мы поставим как этот по-русски? План. Да, 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 вот, вот, точно. Мы поставим план не менее трех пересдач со студент в среднем. Друзья, это прекрасный бизнес. Сколько вам погаучится студентов, подскажите мне? Как? Очень много. Очень много. Прекрасно. Гуманитарный вуз. 15 тысяч. 15 тысяч. Ну вот 15 тысяч. Сессия раз в полгода. Значит, минимум три пересдачи. Стоимость пересдачи – тысяча рублей. Ну вот 45 миллионов просто вот. Вот просто вот возникли. Да, 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 это один предмет. Вот, я чувствую, профессионалы сидят. Совершенно верно, предметов несколько. Ну вот, ну вот что-то, вот ректору на молодчишко, значит, вот уже и есть. Соответственно, про деньги, но как бы не надо забывать про людей. Про команду. Вообще, что такое бизнес? Бизнес – это идея, плюс команда, плюс время. Все. Это и есть, вот, собственно, формула бизнеса. Вы должны знать, куда идти, с кем идти, и у вас должна быть самая дорогая ресурс в нашей жизни – это время. Все. Больше вам ничего не надо. Все остальное – это ерунда. Команда – второй важный составляющий в истории с бизнесом. И в истории с командой самая, наверное, тонкая часть – это партнер. Как я уже говорил, в новое дело страшно идти одному, ну, по-человечески. Да, вот мне очень страшно было уходить из большой государственной структуры и делать свой маленький бизнес. Мне нужен был партнер. И мне очень повезло, потому что этот партнер в моей жизни появился совершенно случайно и совершенно органическим образом. И я сразу понял, что он мой партнер. Помните, как в этом, в «Аватаре», как ты поймешь, что это вот твой этот дракон, он захочет тебя убить. Вот мой партнер не захотел меня убить, он захотел ради моего проекта уволиться. То есть он пришел ко мне и сказал, «Дима, слушай, я очень верю в этот проект». Его Виталик зовут. Я очень верю в этот проект. У меня сейчас есть маленькая жировая прослойка. Я готов 4 месяца, вот запомни, 4 месяца работать бесплатно, потому что я понимаю, что денег сейчас не будет. Если у нас все получится, давай посчитаем, что я через 4 месяца начну кормить семью. У него жена и ребенок. И вот как-то я понял, да, это он. Он верит в мою идею, он готов мне доверить свое время и в каком-то смысле будущее. И, ну вот, собственно, прошло там более полугода, 7 месяцев, он начал получать зарплату в нашем бизнесе уже через 3 месяца. У нас все хорошо, все получилось. Просто в качестве совета, некий такой call to action, ищите людей, которые вам говорят, что они вам верят. Доверие – это вообще такая штука, она очень редко встречается. Я лично не верю, знаете, долгим разговорам там про вот как нам с тобой будет хорошо, какие-то вот такие вот вещи, да. Я очень верю действиям. Да, вот я слова, но в силу, вот спасибо, вот коллега подсказывает, поступкам. Поступкам с большой буквой «п». Вот, словам я не верю. Я верю поступкам. Человек, который говорит, я уволюсь, все понятно. Вот он как бы молит все остальные, но, наверное, не очень. Вот. Второй момент, который рядышком с партнерством, это история про команду. Команда возникает постепенно. Вы потихонечку начинаете нанимать людей. Процесс это очень страшный, потому что у порядочных людей, а мы с вами, безусловно, таковыми являемся, ничего нет страшнее, чем лишить кого-то денег. Да, поэтому, когда вы нанимаете людей, вы думаете вперед о том, как вы им будете платить деньги. И это, правда, это тяжелая такая история. Те, кто занимается бизнесом, они это понимают. Ну, потому что это не какая-то государственная, да, вот-вот-вот, опять, федеральное бюджетное учреждение, да, субсидии федерального бюджета, КЦП, ну, как, ну, прекрасно, да, то есть денег немного, но они всегда есть. А тут тебе их надо добыть. Продать, добыть, заплатить. И в этом смысле очень страшно наращивать команду всегда. И мы как-то с партнером дискутировали о том, вот какой триггер, да, вот в каком случае надо набирать нового человека. Ну, понимаете, знаете, как бывает, что вот, ну, например, не знаю, там, продажи не идут, первые попавшиеся. Приходит к тебе директор по продаже, говорит, слушай, людей мало. Вот сейчас вот наймем еще троих и, ой, извините, и все полетит. Вот. Троих по сто. Да, соответственно, это там, с учетом, с выплатой налогов, это 450 в месяц плюс тысяч рублей. Ты думаешь, нет, а где же ты их возьмешь, да, вот он обещает, что там будут эти деньги, а вдруг их не будет. А дальше трех человек на улицу. Нет, не трех, а надо будет шестерых сокращать, потому что денег, ну, понимаете, вот это вот все, оно крутится, крутится, крутится. Я для себя выработал очень простой, но абсолютно негуманный способ. Я прошу потом вырезать этот эпизод, запикать его. Человека надо брать в команду после трех истерик. Я не шучу. В стартапе? Нет. Это не, Игорю не рассказывай, нет. В УЗе нет, 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 в УЗе так не работает. А? Того, кому нужен человек. Ну, истерики это, истерики это, конечно, может быть, какое-то очень такое, ну, громкое слово, да, может быть, это не обязательно, это будет там с эпилептическим припадком, не всегда это так должно происходить, но это должна быть выраженная эмоция. Вам никогда не надо давать человеку, ну, как бы давать человека человеку, да, то есть разрешать наим новых людей до тех пор, пока вот не созрело. К сожалению, особенности, ну, я не скажу русского, это скорее постсоветской ментальности, в том, что очень мало людей, которые деловым образом решают вопросы, да, то есть вот ты приходишь, вот я к вам прихожу, говорят, знаете, давайте договариваться, да, вот я вот так, вот так, 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 нет, вот у нас так не очень принято, у нас принято истерить, в принципе, вот, ну, вот вообще пока. Поэтому, если человек хочет повышения заработной платы, он приходит заявлением, я увольняюсь, если он хочет нового сотрудника, он приходит, начинает биться, я не могу больше, я не могу, меня жена не видит, меня дети не видят, все плохо, три истерики нанимайте. Но это вот вы потом вырежете. Но это правда, это из жизни. Продажи. Ну, продажи, это как бы суть бизнеса, если у вас нет продаж, у вас нет бизнеса. Мы не рассматриваем разные откатные, коррупционные модели, это, естественно, мы об этом ничего не знаем. В образовательном бизнесе всегда есть развилка, она не во всех видах бизнесов есть, это как, с чего начинать продавать, то есть, по какой модели продавать, B2B или B2C? Кто знает, что такое B2B и B2C? Так, понял. Значит, в одном, речь идет о том, кому продавать. В одном случае мы продаем компаниям, это называется B2B, бизнес to business. В другом случае мы продаем физическим лицам, таким, как мы с вами, бизнес to customers. Это B2C. И между этим выбором есть принципиальное отличие. Когда вы будете делать ваш бизнес, вы там, одно из первых, о чем будете думать, это кто ваш клиент. Кому нужно то, что вы делаете. Вот та ценность, которую вы несете миру, она в куда? она в ВУЗ, Министерство образования, упаси Господь, она в конкретного, в смысле возраста, пола, материального положения жителя, миллионника, вот она в кого? И в этом смысле, то, к чему я хочу вас призвать, я надеюсь, хотя бы один из вас, из тех, кто завтра уже создав свой бизнес, помнит мои слова, продавать лучше людям. Продавать лучше людям. На то есть много смыслов. Очень часто образование происходит следующим образом. Почему у нас мало хороших образовательных проектов? Очень просто. Потому что все привыкли продавать компаниям. А давайте мы сейчас возьмем крупную госкорпорацию и для нее сделаем LMS. Кто знает, что такое LMS? Уже лучше. Это IT-платформа, которая реализует дистрибьюцию образовательного контента. Ну, то есть Learning Management System. Сделаем для нее какую-нибудь хрень. Например, LMS. И дальше начинается страшное. Дальше вы полгода делаете это, вас постоянно динамят, говорят о том, что может купим, может не купим. И вы знаете, как в этом, помните преступление-наказание? Преступление-наказание помните? Кто написал? Прекрасно. Как зовут главного героя? Так, про Сонечку Мармеладова спрашивать не буду. Да. Вот у Раскольникова, если помните, у него была идея, такая вот, с которой он носился, вот это не шанс, что вот сразу и все. Да, я там тварь, дрожащая, право имею в виду, сразу и весь капитал там было такое. Вот B2B – это сразу и весь капитал. Вот мы зашли, получили 100 миллионов рублей, и все, не надо так делать. Не делайте так, это плохо. Ту же платформу можно продать там мне, вам, возможно. Вот. Попробуйте так двигаться. Вы начнете сразу получать деньги. Это очень важно. Сразу получать деньги. Маленькие, но деньги. Ничто так не драйвит, ничто так не мотивирует, на меня с укором смотрят, особенно по слову «хрень». Ничто так не мотивирует, как постоянный маленький ручеечек денежек, который капает вам на счет. Вот старайтесь выстраивать бизнес таким образом, чтобы не сразу весь капитал, а чтобы вот так вот, понимаете, да, это принципиальнейший момент. А все остальное, что здесь написано и о чем я хотел сказать, оно, в общем-то, приложится. Единственный момент, на котором я хочу остановиться и который, мне кажется, важен именно в этих стенах, в том, что образование надо продавать этично. Это медицину, образование и благотворительные фонды. Вот, наверное, три вещи, которые надо продавать этично. Что такое этичная продажа? Не врать, не хитрить. Ну, например, стандартная типовая хитрость. Заходите на какой-нибудь сайт, какие-нибудь курсы или даже в УЗ, не дай бог, беспроцентная рассрочка пишут. Знаете, зачем они так делают? А я вам скажу. Есть закон о защите прав потребителей. Вы, когда получаете образовательную услугу, имеете право получить возврат денег за все время вперед, за исключением того месяца, в котором вы учитесь. Это написано в законе. Ну, то есть, если... Тут платники есть? Вот, вот, ребята. Я вам докладываю. Сегодня надоело учиться в ВУЗе. Сегодня надоело. Пишите заявление, вам должны вернуть деньги. Вот, ну, понятно. То есть, если вы оплатили год, то вам должны вернуть с декабря. Ну, с декабря и до... Понятно. Вот. Это такой закон. Как сделать так, чтобы этого не произошло? Очень просто. Мы вам дадим кредит. И вы разбираться будете не со мной, а с банком. Идите с ним, поразбирайтесь. А чтобы вы не подумали о том, что я вам даю кредит от какого-то банка, я назову это беспроцентной рассрочкой, упаковав проценты за использование кредита в стоимость самой услуги. У вас возникает дополнительная прокладка в этой схеме, из-за которой возможность возврата денег сильно становится сложнее. И дальше вы начинаете думать, не, ну, слушай, ну, 50 тысяч рублей, ну, полгода, возни, зачем? И остаетесь учиться. Ну, естественно, никуда не ходите, потому что вы же понимаете, что у вас накололи, да? Ну, как-то так. Главное, у образовательного учреждения остались деньги. Это как бы центральный вопрос этой схемы. А образование надо продавать этично. Образовательная организация, образовательный проект – это стоимость его выпускников и студентов. Один обманутый студент сокращает капитализацию вашего бизнеса на проценты. Это сильный удар. Сто обманули, все, ноль. Вы ничего не стоите. Инвестиции, привлечение инвестиций. Смотрите, никто из нас не хочет тратить свои деньги, все хотят делать за чужое. Это нормально. Ну, то есть это неплохо. Есть прям целая индустрия привлечения инвестиций. Есть такие, знаете, ребята, которые делают бизнес, чтобы привлечь инвестиции. То есть у них смысл не бизнеса делать, а инвестиции привлечь. И они привлечение инвестиций воспринимают как прибыль по бизнесу. Понимаете, да? Хотя суть инвестиций, она, в общем, в другом. Она не в том, чтобы купить макбук и выпить смузи. Она про то, чтобы обеспечить нормальное развитие бизнеса. Что такое нормальное? Ну вот смотрите, у нас есть несколько стадий. Первая стадия называется проверка гипотез. То есть у нас с вами есть идея. Под этой идеей лежат ряд гипотез. Ну, например, что вообще этот продукт кому-то нужен. Что он нужен кому-то за такие-то деньги. Что его можно продать через контакт. Вот как мы сейчас с вами говорим. Ну и так далее, и так далее. Вот этот этап проверки гипотез, это чистая такая, вы знаете, научная деятельность в хорошем смысле этого слова. Нам надо проводить однофакторные эксперименты достаточно часто и аккуратно фиксировать результат и при этом наладить какую-то разумную аналитику. Ну, то есть это вот поиск. Фактически поиск. На этом этапе деньги не очень нужны. И будет лучше, если на этом этапе вы вообще будете делать за своей. Потому что чем меньше у вас на этом этапе денег, тем лучше будет качество эксперимента. Если у вас на счету лежит 1 миллион, то проверка маркетинговых гипотез будет на порядок хуже, нежели чем на счету у вас лежит 100 тысяч. Потому что эти 100 тысяч вы будете расходовать гораздо-гораздо-гораздо-гораздо более аккуратно. И гипотезы будут более точно проверены благодаря этому. Потому что в основном для проверки, ну, я не знаю, может, вы мне приведете пример какой-то гипотезы, проверка, которая стоит безумных денег, мне сложно. Ну, я там не говорю про… Есть ли у вас? Да, да, да. Там гиперлуп, там работает ли гиперлуп, не работает. Ну, вот какие-то такие. Но это как бы другого порядка вещи. Но в этом смысле инвестиции не нужны. Инвестиции нужны потом. Когда вы с этапа проверки гипотез переходите к этапу масштабирования. То есть вас может разорвать просто от того, как вы сейчас во все стороны поперли с бизнесом. И вот здесь, да, здесь нужны привлеченные средства. И, наверное, я скажу странную вещь, но в России много денег. Ну, правда. Ну, то есть вот реально много. То есть, ну, не прямо вот они лежат. Так совсем скучненько было бы. Но очень много обеспеченных людей, у которых есть много денег, которые хотят эти деньги дать тем, кто может им заработать деньги. В этом суть инвестиций. Вы делаете бизнес, берете деньги у инвестора для того, чтобы инвестору принести большие деньги. И он думает следующим образом. Ага, мне положить в каком-нибудь зеленый банк на депозит. Или мне, не знаю, поиграть на рынке акций. Или мне вложить в бизнес. Ваш, 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 в любой. Он выберет вас, как правило, почти всегда, тогда как потому что создание хорошего нового бизнеса дает гораздо более высокую прибыльность, с чем так называемые классические инструменты инвестиций. В этом смысле в России очень много денег. Но для того, чтобы их получить, необходимо пройти вот ту стадию, которую я назвал проверкой гипотез, и приходить к инвестору уже с конкретным предложением. Дружок, ты даешь мне миллион долларов. Мы сейчас масштабируемся. Он спрашивает, а вы точно будете масштабировать? Конечно, мы полгода проверяли, будем мы это делать или нет. Будем. И нам нужен миллион долларов на то, чтобы масштабироваться вот так-так-так-так. Через год мы тебе принесем 100 миллионов долларов. Слушайте, вы от него убегать будете. Я вам обещаю. Инвестор, он выскочит из своего Майбаха и сбрасывая рубашку, костюм, все что угодно, будет за вами бежать и умолять взять его деньги. Потому что все, о чем думает инвестор, это чтобы свои деньги приумножить. Если вы ему описываете вот ту схему в тех словах, которые я вам сейчас... Это не рецепт. Не надо. Надо считать. Но инвестор у вас в кармане. Точно. Не надо за ним охотиться, он сам к вам придет. Их много. Другой вопрос. Какой это инвестор? Вот мне в этом смысле повезло. Ну, вернее, как повезло. Я как-то вот интуитивно, наверное, правильно к этому относился. И я рассматривал сотрудничество с инвестором, так называемым умным инвестором. То есть тем, который в теме. Потому что просто получить деньги – это хорошо. Но если есть возможность помимо денег получить еще что-то, то это лучше. А еще что-то – это экспертиза. То есть смотрите, если есть человек, который собаку съел на создании образовательных биологов, бизнесов, который хочет в вас вложить деньги, и вы делаете образовательный бизнес, никогда раньше это не делали, то помимо денег вы получите еще колоссальный опыт. Почему? Потому что человек, который вложит в вас деньги, он будет первым, кто будет заинтересован в вашем успехе. Ну а он же будет защищать свои вложения. Он будет за них биться. Он будет вам звонить ночью и говорить, «Слушай, а ты вот проверил вот это. А давай мы с тобой встретимся». Тот, который делал это в других отраслях или просто не делал. Ну вот у него почему-то много денег. Знаете, так бывает. Встает человек, а у него много денег. Несколько миллиардов. У него спрашивают, откуда у тебя эти деньги? Я говорю, не знаю. Недавно я слышал, был такой случай. Все, там говорили, сколько там метров этот слой зеленой бумаги. Вот. Ну мы про таких не говорим. Вот у человека много денег. Он ничего не понимает в том, что вы делаете. Он просто вам дал. Не очень хорошая история. Он на вас будет смотреть, как на вещи. Ну как, не знаю, как в казино называются вот эти штуки? Однорукий бандит. Да, вот бандит. Как однорукий бандит. Он вас вложил, там, этот, кукоин, монетку за ручку. Вы ему выдали, все, свободно. Ни любви, ни химии, ничего. Вот таких лучше избегать. Лучше, там, не знаю, там, два дня подождать, и ваш инвестор вас найдет. Кстати, вот инвестор, как раз, может быть, захочет вас убить. Это критерий. Я вам расскажу историю. Я, так получилось, 12 лет работал в научно-исследовательском институте. Академии наук, российской академии наук, а не какой-то академии наук. И в конце своей карьеры и пребывания в этих замечательных стенах я пошел на MBA. MBA, знаете, да, что такое? Это вот программа повышения квалификации для людей, которые думают, что они менеджеры. Один из первых курсов был по маркетингу. Там, я не помню, кто там выступал, какой-то очень такой заводной дядька, он рассказывал про воронки, про продажи, вот такой вот он прямо там с верхними жестами, все как полагается. Я такой красивый встал и говорю, знаете, я не буду это слушать. Он меня вылупил и говорит, а почему? Потому что хороший продукт должен себя сам продавать. А если мы будем делать то, что вы говорите, это значит, мы делаем хрень. И ушел. И никогда больше не ходил на маркетинг. И был абсолютно уверен в своей правоте. Я был неправ. Я это понимаю уже сейчас, потому что, во-первых, все-таки не надо было наезжать на преподавателя, это некрасиво, просто некрасиво. С другой стороны, надо было посидеть и дослушать, о чем человек говорит. А человек говорил, в общем, о достаточно простых вещах. Качество продукта — это основное, что определять стоимость продукта. То есть бесспорно. Но чтобы люди узнали о том, что у вас этот продукт такого качества, вам надо ой как серьезно подумать о том, как им это рассказывать. потому что в современном мире вот тот информационный шум, который вокруг, он настолько интенсивный, и его настолько стало много, что пробиться через него, это стало искусством. И профессия интернет-маркетолога, ну, например, я просто интернет как базовый канал продаж, сейчас и маркетинга, и продаж буду приводить пример. Профессия интернет-маркетолога — это фактически художник. Ну, они так часто себе думают. Я просто видел это на примере программистов, когда программисты думали 20 лет назад о том, что они творцы. Вспомните, у Стругацких был понедельник, начинается субботу, нам нужен не просто программист, нам нужен хороший программист. Они творцы. Сейчас интернет-маркетологи, они такие же творцы. Наверное, по праву, потому что они действительно в силу как бы некого хаоса, который творится на рынке интернет-маркетинга, они действительно творят. То есть хороший маркетолог творец. И если рассуждать про маркетинг, то, наверное, две вещи, которые я хотел бы здесь сказать. Первое, что вам точно, точно, точно стоит. Вот я, например, сделал, я взял курс по интернет-маркетингу, ну, не в интернет, а просто обратился к своему знакомому, заплатил ему денег, сказал, расскажи мне, о чем это вообще. Это точно стоит сделать. Это сэкономило мне безумное количество денег. Сложно даже посчитать, сколько. Просто чтобы разобраться хотя бы с терминологией. Она того заслуживает, чтобы там разобраться. Второе, помимо всех новых каналов привлечения, есть каналы старые, незаслуженные, иногда забытые. В качестве примера я очень люблю модель медпредставителей. Знаете, что такое медпредставители? Ну, как они работали, медпредставители, помните? Их просто отменили какое-то время назад, а идея-то хорошая. Приходил дядька, не отменили? А мне казалось, что их это запретили. И правильно. Да, есть фармкомпании. У фармкомпании есть специальные люди, которые приходят к врачам. И трагическим шепотом советуют врачам рекомендовать определенные лекарства. Ну, все. Вся модель. То есть, ваша задача следующая. То есть, в чем логика? Вы вместо того, чтобы тратить деньги на прямое обращение к потребителю, вы их можете потратить ровно столько, но на прямое обращение к тому, кто управляет ожиданием потребителя. Понимаете, да? То есть, у вас резко сокращаются затраты на маркетинг, потому что врачей точно меньше, чем тех, кому они советуют покупать таблетки. При прочих равных, я сейчас вот не обсуждаю методы, которыми они это могут делать. Когда мы сейчас продаем онлайн-образование IT-специалистам, мы размышляли следующим образом. Нам нужен человек, который влияет на мнение ребят, которые почему-то думают, что они недостаточно прокачаны в плане своих навыков. Ну вот, не знаю, у кого возникают мысли, что я недостаточно хорошо знаю программирование. Вот. Прекрасно. Но у вас же эти мысли не всегда возникают в какие-то промежутки времени. Почему-то. Не знаю, вы садитесь вдруг вместо андрогойки изучать Python. И у вас возникает мысль, а я ничего не понимаю в программировании. Нормальная история. Вот нам надо, чтобы... Мне надо вас в этот момент поймать и показать, изучайте Python. Понимаете, да? Вот мы, размышляя об этом, поняли следующую вещь, что такие люди в промышленных количествах бывают в одной точке времени и пространства. Это собеседование. Собеседование в IT-компаниях. Что происходит? Приходит поток программистов. Из потока 30 человек выбирают одного. Правильно? А остальным что говорят? Да, да, да. Ваш звонок очень важен для вас. Да. Именно это и говорят. Вопрос. А почему бы в этот момент времени не попросить специалиста, который и так говорит, что, ребята, ваших навыков недостаточно, заодно сказать, а вы сходите вот туда, вас там научат. Мне кажется, очень простая история. Он же не врет, не обманывает. Научат – научим. Хорошо – научим. Ну, как бы, пользователь сам может принять свое решение. Не обязательно. Но порекомендовать может. Может. И если вот подобного рода нетиповые каналы рассматривать, я уверен, просто включая воображение, вы сможете найти их десятки. Потому что типовые каналы стоят дорого. Когда вы делаете свой бизнес, и бизнес этот через какое-то время обязательно вырастет, думайте в самом начале о том, что для вас будут цифры. Я очень часто видел истории, когда люди выращивали бизнес, и он фактически распадался или стагнировал, потому что они не умели работать с цифрами. Постарайтесь сразу заложить в ваш фундамент некую сквозную аналитику по всем процессам, которые у вас есть. И постарайтесь делать это в достаточно плановом порядке. То есть старайтесь ваши затраты планировать, ваши доходы планировать, старайтесь считать те экономические показатели, о которых, возможно, сейчас ничего не знаете, но обязательно узнаете. Важнейшим в бизнесе, о котором я рассказываю, в образовательном, являются два показателя вот этих страшных трехбуквенных, которые называются КЭК и ЛТВ. Это очень просто. ЛТВ – это сколько вам принес один человек денег вообще за всю историю с ним коммуникации, а как это, сколько денег вы потратили на его привлечение и удержание. То есть, грубо говоря, сколько вы рублей вкладываете в коммуникацию с человеком, чтобы он вам принес другие рубли. Вот это отношение, оно характеризует все. Насколько у вас успешные продажи, хороший маркетинг, насколько у вас удачный клиентский сервис, насколько у вас качественный продукт. Все-все-все-все. И если это отношение выше четырех, ну, то есть, грубо говоря, на каждый потраченный на человека рубль, он принес четыре рубля вам взамен, то вы молодцы. Если это отношение восемь, я ставлю визитки, пишите. Мы быстро договоримся об инвестициях. Вот. Если это отношение около двух, к сожалению, это очень часто бывает, то это, наверное, помните, как хроники пикирующего бомбардировщика, то это плохо. Вот. Это, наверное, вот что я могу сказать по этой теме центрального, важного, главного и так далее. Excel. Excel? Нет, серьезно. Вот я сводил первый бюджет, я встал в пять утра в субботу и закончил в шесть вечера в субботу. С пяти утра до шести вечера в Excel, потом с автоматизацией вообще никаких вопросов. Потом вы понимаете, что, куда, где формулы, сами код напишите, научитесь писать. Все будет хорошо. Вам важно это проделать руками. Не бывает такого, что вы начинаете бизнес, сразу поставили SAP R3. Ну, нельзя так делать. Вот надо вот Excel. Брендинг и PR. Я когда запускал свой бизнес, я делал это следующим образом. Я был в турне, я раз в год езжу по вузам одной из европейских стран. Ну, есть у меня такая заморочка, долго рассказывать почему. В этом году я был в Португалии. Каимбра. Ну, в общем, советую съездить. Там очень давняя университетская история, очень красивая и хорошо. Вот. Я был в Португалии, мой партнер в Зеленограде. И он мне пишет, ну что, запускаемся? Я говорю, да, давай. Чего нет? Вот. Он говорит, ну ты хотя бы пост в Фейсбуке-то напиши, ну что вот как-то, ну чтобы хоть что-то народ узнал. А то как же так-то скучно. Ну, я говорю, ну хорошо. Я там где-то там одной левой ногой, там бум-бум-бум, там, а мы запускаем такой-то сервис, все, целую, Вася. Мы потом посчитали. То есть вот на этом действии мы потеряли, наверное, 4-5 полных групп. Ну, то есть вот мы мыслим категориями групп. У нас есть там базовая метрика. Мы собираем по 60 человек в группу. Каждый человек приносит в среднем нам по 40 тысяч рублей. Соответственно, 2 миллиона 400 тысяч это одна группа. 4 группы 10 миллионов. Мы потеряли 10 миллионов рублей. Вот на этом простом действии. На том, что вот так мы запускались. Вот такой у нас ланч был. Мне кажется, что надо, ну то есть если я еще буду и когда я буду еще запускать, я так больше делать не буду. Я буду думать о том, как надо правильно, ну как правильно наружу коммуницировать, что возник такой совершенно гениальный, обалденный, уникальный сервис и так далее. Хотя бы мы не потеряем эти деньги. Ну, повезло немножечко, потому что, ну, так получилось, что я немножечко медийная персона. Меня, мой Фейсбук, расхватали там на несколько публикаций. Мы получили 10, ну всего, к сожалению, 10 публикаций. Из них только 3 федеральных СМИ. Ну и, в общем, оно могло быть гораздо лучше. Мы посчитали, вот мы потеряли вот столько. Но вообще лучше так не делать. Не делайте так, пожалуйста. Очень внимательно относитесь к запуску, пиару. Не ругайте конкурентов. Я просто видел кейсы на российском рынке. Часто бывает, какой-нибудь молодой, ранний запускается, я вас сейчас всех порву. Говорит он, вот тебя, 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 а меня и тебя порву. А потом через 3 месяца он приходит ко мне, которого он обещал порвать, в таких жестких выражениях обещал. Говорит, слушай, а дай денег. У меня что-то оборотки нет. Ну, по-братски помоги. Такой простой парень, обычный такой. По-братски. Вот. Ну вот тоже не надо делать, не ругайте конкурентов. Конкуренты — это хорошо. Конкуренты — это люди, которые позволяют вам развиваться. Это очень хорошо, когда у вас есть конкуренты, любите их. Вот я со своими конкурентами чай пью, например, обмениваюсь информацией. Это очень развивает. Серьезно, серьезно советую. Про образование. Смотрите, у меня очень специфический подход к обучению. Я вообще не люблю педагогов. Я всегда, вот я говорил про начитывание материала, да, вот про такие вот вещи, меня это всегда расстраивало, раздражало, и поэтому я все, что делал последние 8 лет, я пытался людей вовлечь в образование не профессиональных педагогов, то есть экспертов. И там кандидатскую по педагогике я защищал как раз на предмет этой истории, да, как из непрофессиональных педагогов, из экспертов делать людей, которые могут правильно учить, нормально учить, ну, в IT, узкоспецифично. И тот бизнес, который я создаю, я не привлекаю профессиональных педагогов, я привлекаю крутых ребят из разных крупных IT-компаний, говорю, вы хотите поучить? Они говорят, хотим. и я им плачу за это деньги, они преподают, на них идут люди, и как бы и все хорошо, и все получается. Зачем им это надо? У меня была в свое время, когда я в мейле работал, часовая презентация про мотивацию к преподаванию. У меня такая пирамида была, пять факторов, ну, как маслоу, но не маслоу. И это очень важно, что в какой-то момент времени, может быть, у вас этот момент тоже настанет, в IT он очень хорошо проявляется, потому что IT это же постоянно такая, знаете, винегрет. То есть ты бежишь, что-то вот сюда, туда, сюда, там, вот тут схватил, там, какие-то форумы, какая-то бесконечная, очень быстро, динамично развивающаяся история. И человек где-то годам к 30 примерно оборачивается назад, думает, ё-моё, а как бы, вот, что я знаю? У него в голове огород, в плохом смысле слова, то есть там, тут что-то, тут как петрушка, тут еще что-то выращено, а вот какой-то системы у него нет. Ну, это такая вот специфика работы в отрасли. У меня есть подозрение, что во всех отраслях так же, но не проверял. И когда ты к нему приходишь и говоришь, дружочек, а давайте ты попреподаешь? Он говорит, зачем мне это? Я говорю, а ты систематизируешь то, что ты знаешь? Помните, как этот старый советский анекдот, да? Тупые у меня студенты. Раз объясняю, не понимаю. Два объясняю, не понимаю. Три не понимают. Четвертый раз объясняю, сам понял, а они все не понимают. Вот примерно то же самое. Преподавание для них это возможность для систематизации своих знаний. И когда мы с рядом товарищей от педагогики спорили, они говорят, что так нельзя делать, вы знаете, до сих пор наши споры не увенчались успехом, честно говоря, ни они мне ничего не доказали, ни я им, правда, ничего не доказал. Кажется, что эта штука очень хорошо дополняет то, что есть. То есть, это не антагонистичные понятия, а дополняющие понятия. Если рассуждать о каком-то более-менее стройном, успешном учебном процессе, я бы совмещал. Я говорю, что есть профессиональные педагоги, которые не начитывают материал. Есть вот такие вот прикладники, которые, соль земли, которые приходят к вам с самыми последними знаниями и делятся ими с вами. Вот таких ребят мы ищем. Поиск этот в основном происходит через сарафанное радио. Это самый эффективный канал. Не бывает так, что вы там на Headhunter разместили вакансию, и к вам пришел хороший педагог. Я имею в виду, хороший эксперт потенциально тот, который может стать педагогом. Потому что таких, ну, там, один из сорока, один из пятидесяти. Ну, примерно. Вы знаете, мы очень много размышляли о том, а как из эксперта делать такого преподавателя. В итоге поняли, что самый лучший способ это их учить. Но кажущаяся банальная мысль на самом деле очень оказалась эффективной, потому что в процессе обучения обучение не как обучение, обучение как фильтр. Потому что в процессе обучения начинают отваливаться те люди, которым это не нужно. Ну, как бывает. Например, мы платим одному преподавателю за одну группу в месяц там 70 тысяч рублей. Можно брать две группы, можно три. Ну, то есть это подъемно. Я имею в виду, что это вот нормально. И при этом у тебя еще есть основная работа. Соответственно, у тебя в пределе 200 тысяч рублей просто на преподавании. Конечно, это кому-то интересно. Они идут, 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 а потом выясняют в ходе обучения интересные нюансы. Интересные нюансы связаны с тем, что надо создавать программу и методические материалы к ней. Ерунда такая. Знаете, там, ну, у нас программы маленькие, если сравнивать их с очными, то это где-то 72 часа аудиторной работы. Маленькие, в общем, программы. Вот это примерно два месяца. Вот два месяца вот сидеть и вот по-нормальному фигачить. Вот. Ну и так далее. То есть есть много нюансов. Да, там кто-то выясняет, что преподавать, в смысле вот коммуницировать, общаться, особенно в формате вебинара, это сложно. Кто-нибудь проводил вебинары когда-нибудь? Ага. Те, кто не проводил, вы сидите перед экраном и говорите в него. То есть вот это, как это, шизофрения такая вот. Никакой обратной связи, энергетики там. Вот я вот вижу, вы спите, да, ну я как бы так, ну я шучу. Да, ну я по крайней мере понимаю, я там могу там как-то подскочить, там вас поразвлекать, чтобы вы проснулись, вы вот улыбаетесь, хорошо, да, то есть я вот чувствую. А тут вы сидите и в экран смотрите. И половина людей, они этого вообще не понимают, не могут. И никак, кроме как через попробовать, мы не выясним, интересно, ну то есть могут они это или нет. И все обучение преподаванию, как выяснилось, сводится к тому, что их надо просто учить. И само обучение является селекцией, ну то есть является подбором. Вот это очень простая мысль, кому-то возможно пригодится. Единственное, вот для коллег, которые работают именно в бизнесе, в образовательном, сразу хочу сказать, что преподаватель и продавец это разные вещи. И так как вы продаете образование преподавателем и только преподавателем, люди идут на человека, люди никогда не идут на что-то другое, то вам надо этого преподавателя научить продавать. Это очень тяжелый случай, но, к сожалению, по-другому не получается. То есть мы, например, проводим дни открытых дверей у себя. Что такое день открытых дверей? В простейшем случае преподаватель рассказывает про себя и про программу. Вот надо попытаться сменить его мировоззрение с того, которое было у меня. Помните, я вам про МБИ рассказывал? Не надо продавать хороший продукт. Все так думают, большинство тех, с которыми я сталкиваюсь сейчас. Его надо попытаться убедить в том, что наиболее толковые люди придут тогда, когда ты вложишься в продажу себя. А это единственное, что интересует нормального преподавателя, это нормальные студенты. Этому надо учить. И это должно быть элементом подготовки любого преподавателя. Это маркетинг себя и образовательный маркетинг как таковой. Программа должна быть, то, чему вы учите, структурно должна быть очень простой. Это самое главное правило. Не должно быть... Вот если почитать в ГОСовские документы, не дай бог, никогда... Ай, да, вам придется. Извините, ребята, да. Ну, может, что-то изменится. Ну, вряд ли, конечно. Вот. Вот если читать вот эту вот... Войну и мир, простите, это же сдохнуть можно. То есть это... То есть это... Это же какое-то безумие. А программа, она должна быть понятна тем, кому вы это преподаете. Знаете, это очень скоро закончится. Сейчас, как ребята в ВУЗ идут, вот проводили исследования, порядка 70% абитуриентов ВУЗов приходят в ВУЗ. Как вы думаете, по какому критерию? То есть, ну вот почему? Как? Нет, 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 нет. Мама сказала. Мама сказала. То есть основное – это то, куда послали родители. Дальше есть совершенно замечательный критерий за компанию, вы упомянули. Я там с другом пошел. Да, есть территориальный критерий. Всегда меня потрясающе. Я сам поступал по территориальному критерию. У меня ВУЗ недалеко был. Вот. Но в конечном счете осознанно поступает там, ну, там 3-5%. Но эта ситуация меняется. То, что я вам сказал, было... Было... Меня сейчас отключат. Где-то Илья Маренко сидит и отключает микрофон. Вот. Эта ситуация была примерно лет, наверное, 10 назад. Сейчас она достаточно сильно меняется. И многие ребята поступают, потому что есть классный педагог, ну, школа, есть понятная программа. То есть они начинают смотреть и достаточно цепко это делать. Я знаю таких ребят. Еще мало, но будет все больше и больше. И в этом смысле вам, конечно, надо думать о том, о том, а что вы им будете говорить и показывать. И в этом смысле важно делать так, чтобы эта программа, черт подери, она была простой. Иначе, ну, не разберутся. Я, наверное, не буду сейчас вам ничего говорить про проектную работу. Вы без меня ее знаете. Все про это знаете. Длительность и так говорящая голова. Да, все это ерунда. Единственный момент, который, может быть, вам будет интересен и во что я верю. Я верю в то, что эффективное обучение это про сотрудничество, не про конкуренцию. Я, например, являюсь большим противником оценок в школе. Я вообще не понимаю, зачем они. Мне кажется, это неправильно. И если у вас будет такой шанс, попробуйте, попробуйте, мы это делаем, попробуйте и вы это делаете. Попробуйте ваши группы, ваших студентов, ваших учеников, когда появится такая возможность обучать в неконкурентной среде. Я недавно был в Финляндии. Мы посетили три школы. Это, конечно, потрясающе. Опять будет возможность. Попробуйте съездить. Тут рядом. Не, ну, серьезно. И там очень открытая атмосфера. Можете прийти. Там нет охранников на входе. Просто приходите в школу и говорите, я из России, покажите мне, вот как вы учите. И они реально показывают. Правда, без дураков. Я к этому же вопросу. Я когда год назад был в испанских вузах, меня совершенно поразило, не знаю, меня раз и поразило, что нет никаких турникетов, никаких заборов, ничего, вот этого всего нет. Это как раз история про конкурентную среду. Заборы возникают, когда возникает конкурентная среда. Поэтому, если у вас будет такая опция, старайтесь ее уничтожать. Может быть, вы поспособствует уничтожению заборов в нашей жизни вообще. Черт, не хотел про это говорить, но так получилось. Вот IT-платформа. Хорошая тема, легкая, простая. В обучении, так же, как и в бизнесе, очень важна сквозная аналитика. Если вдруг по какой-то причине вас не учат оценки качества учебного процесса, попытайтесь сделать что-то, чтобы вас начали этому учить. Потому что я знаю подход, при котором считается, что обучение — это искусство. Нет. Обучение — это цифры. Удовлетворенность вашего ученика — это вполне себе количественный критерий. Оценить то, насколько вы в этом году учили лучше, чем в прошлом, можно. Это не очень сложно. Если вы начнете закладывать некоторые подходы к анализу качества учебного процесса в самом начале, пока вы еще маленькие, то у вас есть замечательный шанс к моменту, когда вы развились, получить огромное количество цифр, с которыми вы потом подумаете, как работать. Из практических каких-то историй, например, что я люблю. Я люблю после каждого занятия всей группе присылать письма. 60 человек закончили обучение, у них два занятия в неделю. После каждого занятия всего два занятия в неделю, восемь месяц, пять месяцев, без проекта, соответственно, 40 занятий. После каждого занятия мы присылаем им письмо. Письмо очень простое. Оцените, пожалуйста, занятие по пяти критериям. Отзывчивость преподавателя. Разные письма после каждого занятия. Разные, чтобы они не заскучали. Ну и вообще это правильно. Отзывчивость преподавателя. Не знаю, скорость изложения материала, качество практических примеров. Ну, без меня можете придумать. Очень простая штука. Очень простая. Но она дает колоссальный объем обратной связи, особенно если вы умеете потом с ней работать, уже когда их накопится изрядно. Так, работодатели. Ну, я уже говорил про специфику нашего бизнеса, что мы взаимодействуем с работодателем. Я вообще хочу вам так сказать, что мне представляется странным обучение без выхода. Ну, то есть, зачем? Ну, то есть, если нет простого ответа на вопрос, зачем мы учим? Вот мы учим для трудоустройства. Ну, вот. Вошли, обучились, устроились. Плохо учились, не устроились. Хорошо учились, устроились. Вероятность 80%. Ну, картинка понятная. Мне кажется, что правильным будет выстраивать любой учебный процесс, исходя из понятных целей. И я, наверное, не буду как бы подробно рассказывать, как мы работаем с работодателем. Может быть, несколько моментов просто вот такими маленькими штришками. Важная штука – это экспертный совет. То есть, уже как бы продолжая истории с привлечением из индустрии практиков, хорошо, когда индустрия вместе с вами проектирует, например, программу обучения. Я сейчас в другой своей ипостаси, в Московском инновационном институте, запускаю пять магистрских программ. И под каждую из них мы создаем экспертные советы, где люди из индустрии, вот в эту следующую пятницу будет большое общественное слушание вместе с ректором. Все будем обсуждать программу обучения. И это хорошо, это правильно. У вузов есть колоссальное конкурентное преимущество, которое они очень редко, к сожалению, используют. Все считают, что работать, ну не работать, а быть причастным к системе высшего образования – это круто. Это правда. Вот я, когда первый раз попал, я на ВМК МГУ делал один проект, я туда входил вот так вот, МГУ, понимаете, ГЗ, Воробьевы, круто. Для меня это очень круто было, правда. Я туда приходил бесплатно, без всего, просто, просто чтобы прикоснуться, это же ВМК, ну, не знаю, Сорбонна. И это же особый запах. Может быть, ты его не чувствуешь, потому что ты принюхался, да? А вот ты, когда с улицы приходишь, ты чувствуешь, вот здесь лучше, тут атмосфера, здесь намолено. И за это очень хорошо идут. Не надо никаких денег, ну, все равно не заплатите, ну, то есть, ну, не будет, ну, возможности, да? Просто пригласите. Этого достаточно. Ну, вот по моей практике. Я когда чувствую, что начинаю терять фокус, а знаете, как это происходит? Вы думаете, надо заплатить денег вашим сотрудникам. Надо увеличить продажи, вам не хватает денег, надо что-то делать, а давайте мы кредит будем использовать банковский. И вот в этот момент я начинаю задавать себе вот те вопросы, которые находятся на этом свайде. Если их ответы примерно те же, я получаю примерно те же ответы, с которыми я входил в историю, да, там, с моей верой в то, что все-таки суть не в деньгах, а суть в людях, тогда я продолжаю свой бизнес. Если я в какой-то момент начинаю сомневаться и на это отвечать не то, то я, наверное, в этот момент закончу свой бизнес, потому что я не хочу, чтобы он стал очередным просто бизнесом. Все-таки образование — это особая история. Я в это верю. Спасибо.